МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на достаточно корректное поведение, был вызван наряд полиции, и полиция задержала комсомольцев. Причем, продержав их почти сутки в отделении полиции, вчера состоялся суд, и 18-летней девчонке, активистке, студентке было вынесено решение о семидневном аресте. Совершенно несоизмеримой, жестокой и грубой форме наказания для человека, который никогда не привлекался никакой ответственности, хорошо учится, зарекомендовал себя как яркий общественный деятель. Также Феликс Петров, активист, который имеет третью степень инвалидности, был приговорен к 40 часам исправительных работ. Один из комсомольцев до сих пор находится под арестом. На самом деле, вот эти вот события, которые произошли в Санкт-Петербурге, показывают еще раз, как власть не любит свой народ. Власть забирает у пенсионеров возможность достойно жить на пенсию. Пенсия не растет, а пенсионный возраст увеличивается. А молодежь, которая защищает их и выходит на протест, с ней расправляются политическими методами. Мы, конечно, сделаем все, чтобы защитить наших товарищей от этого правового беспредела. Но хотелось бы обратиться сегодня к власть имущим. В первую очередь, к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Но не как к премьер-министру, а как к ленинградцу, юристу и лидеру Единой России. Мы прекрасно понимаем, что нынешние репрессии над ребятами – это месть за то, что они пришли в приемную Единой России. Вот хотелось бы спросить, а можно ли так сводить счеты со своими земляками? А можно ли с юридической точки зрения выносить такие суровые приговоры для практически только что достигших совершеннолетия девчонок и ребят? А можно ли так относиться к тем, кто хочет мирным путем выразить свой протест? Не удивляйтесь, если в очередной раз, приехав в Санкт-Петербург, который будет перекрыт для прохождения вашего кортеджа, вам будет сигналить уже не десятки и сотни жителей этого города, а тысячи. И выражая свой протест не перекрытием дорог, а правовым беспределом, который происходит в этом городе. Не удивляйтесь, если на муниципальных и губернаторских выборах жители этого города, в том числе и в рамках протеста против преследования молодых ребят и девчонок, проголосуют не за ваших кандидатов, а за представителей оппозиции, которые твердо и уверенно будут соблюдать и действующее законодательство, и защищать своих товарищей. Требуем отпустить молодых активистов из застенок, в которые они попали, и требуем справедливого судопроизводства. Прекрасно знаете, что американцы очень всерьез взялись за российскую олигархию и постепенно принуждают ее к тому, чтобы она сдавала национальные и государственные интересы, всячески прижимая бизнес этой олигархии. Олег Дерибаско стал одной из центральных фигур этого процесса, и вы прекрасно уже также осведомлены о том, что фактически он уступил финансовым властям США контроль над своей бизнес-империей, и российская алюминиевая отрасль перешла под контроль американцев. В этом процессе очень важно понимать, что на данный момент сложилась ситуация, когда практически некому, кроме коммунистов, возвысить свой голос против этого вопиющего произвола. Мы предложили проект парламентского запроса, но, к сожалению, думское большинство в лице Единой России и профильного комитета стыдливо уклонилось от его принятия, при этом взяв на вооружение абсолютно слабую и нелепую, на наш взгляд, аргументацию в духе того, что рынок сам все расставит на свои места, и вообще налоговые проверки организовать в отношении ни Русала, ни Базела не нужно, потому что там все хорошо, и корпоративное управление само разберется. Ничего рынок не расставит по своим местам, и ни в чем он не разберется. Российская олигархия слаба по сравнению с гигантскими акулами мирового империализма, и ее запросто задавит на мировой арене, что сейчас и происходит, и при этом заставит полностью сдать Россию и отказаться от всего, лишь бы сохранить хоть малую часть тех богатств, которые она нажила неправедным путем. Поэтому, когда лидер нашей партии Геннадий Андреевич Зюганов оценил все махинации в российском алюминиевом бизнесе как аферы и преступления, мы соглашаемся с этой оценкой и считаем ее абсолютно справедливой. Однако Олег Дерибаско, российский алюминиевый олигарх, обиделся на эту оценку и подал в суд на Геннадия Андреевича Зюганова, потребовав миллион рублей компенсации якобы нанесенного ему ущерба. Мы считаем, что это не просто проявление какой-то малохольности российского бизнеса, а часть крупной компании по оказанию давления на единственную серьезную оппозиционную силу в нашей стране. Нашу партию уже трижды пытались давить и уничтожать, сначала в начале 90-х, когда запрещали ее деятельность и приходилось восстанавливать ее по суду. Затем в начале 2000-х, когда организовывали водоплавающий съезд, попытку переворота, свержения руководства партии для фактического ее последующего уничтожения, мы не допустили этого. И сейчас принимается третья волна наступления, когда наших активистов, наших депутатов по всей стране пытаются задерживать, начиная от Ульяновской области, когда депутатов местных потащили в застенки, и заканчивая тем, что в Москве пытались упаковать в автозак депутата Госдумы Корниенг. Обвинительный приговор по делу Бессонова также говорит о том, что власть стремится использовать правоохранительную систему для оказания давления на КПРФ. Мы считаем, что в данном случае иск Дерибаски к Зюганову укладывается именно в эту логику. Но мы абсолютно решительно заявляем, что любым попыткам давления мы будем абсолютно организованно противостоять. Мы не только не дадим в обиду нашего руководства, но еще и будем добиваться, чтобы самого Дерибаску отправили под суд, а алюминиевую отрасль национализировали и управляли ей по строгому плану. Только так мы наведем порядок в нашей стране. Сегодня в повестке дня есть законопроект, который будет приниматься в третьем чтении. Этот законопроект, над ним шла работа полтора года, и касается он изменений в 44-й федеральный закон о госзакупках. Вот работа над ним шла полтора года людьми, которые занимаются культурой и работают в отрасли культуры. И сегодня можно порадоваться за эту отрасль, потому что те изменения, которые вносятся в этот закон, позволяют нормально работать, нормально проводить закупки и нормально распоряжаться бюджетом этих учреждений культуры. Но стоит посочувствовать всем остальным отраслям, я бы сказала, выразить соболезнования, особенно те отрасли, которые будут заниматься реализацией национальных проектов. Потому что 44-й федеральный закон является реальным тормозом в развитии и не только системы государственных закупок, но и в развитии, я бы сказала, экономики. Давайте посмотрим. Этот закон чудовищно забюрократизирован. Если мы начнем смотреть с самого начала, 114 статей. В этих статьях, кстати, в эти статьи вносились изменения, их около 400, этих изменений. Но стал ли лучше этот закон? Нет, не стал. Сегодня, по данным и Минфина, и счетной палаты, растет число закупок, которые приобретаются у единственного поставщика. Почему так происходит? Кстати, вот изменения в законе, касающиеся отрасли культуры, как раз и направлены на эту тему. Больше закупок у единственного поставщика. Почему? Да не потому, что коррупции хотят те заказчики, которые работают с этим законом. Нет, не коррупции. Они просто хотят, чтобы их, значит, заказ был выполнен своевременно, чтобы товары, которые они заказали, купили, были поставлены в срок, и товары качественные. Вот знаете, конкуренция, она должна быть естественной. Кто лучше делает, тот и получает заказы. Кто лучше их выполняет, у того больше заказов. А у нас сегодня 44-й закон, он развивает искусственную конкуренцию. Поэтому на рынке закупок появляются недобросовестные поставщики. Это фирмы-однодневки. Сколько настрадались и муниципальные учреждения, и региональные, да и федеральные тоже от вот этих вот однодневных, так скажем, поставщиков, товаров и услуг. И в результате получилось, что экономика теряет. По мониторингу Минфина, кстати, конкуренция не увеличивается и не улучшается. Она наоборот снижается. И сегодня мы имеем чудовищное количество нарушений этого закона. Я не знаю, как будут реализовываться национальные проекты. Сегодня правительство считает необходимым внести изменения в этот закон. Но я уже повторю, что сколько бы ни вносили мы эти изменения, закон лучше не становится. И наше предложение сегодня вообще отменить этот закон, 44-й федеральный закон. Я бы лично сказала, закопать его поглубже, чтобы он вообще не смог прорасти. И начать с чистого листа. Нам сегодня нужен новый закон, который будет поддерживать реальную конкуренцию, а не фирмы-мошенники, которые, пользуясь этим законом, прорываются на рынок, а потом создают проблемы для всех, кто сегодня использует вот эту систему государственных закупок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова